Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы еще не являетесь нашим подписчиком, советуем подписаться, потому что на нашем канале вы можете найти большое количество интересной и полезной информации о том, что касается выбора и покупки поддержанного автомобиля. В том числе и обзоры, причем не только в формате тест-драйвов, но и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Ну а герой нашего сегодняшнего видео – это автомобиль, который вы точно будете рассматривать для покупки, если к вашим критериям выбора относятся компактность и проходимость, ну, либо хороший клиренс. При этом объем багажника для вас не важен, а вот надежность также находится не на последнем месте. Надо отметить, что этот автомобиль на вторичном рынке не теряет популярность уже долгие годы. Встречайте, Suzuki SX-4. Suzuki SX-4 появился в 2006 году. Эта машина пришла на смену своей предшественнице, Suzuki Leana, которая продавалась по всему миру достаточно неплохими тиражами, но при этом практически не осела в памяти жителей нашей страны. В отличие от Leana, у SX-4 не было кузова универсала. Эти машины могли быть только в форм-факторе седана, либо пятидверного хэтчбека. Данное поколение продержалось на конвейере до 2014-2016 года, в зависимости от рынка сбыта. В 2010 году модель подвергли рестайлингу, в ходе которого внешность автомобиля чуточку освежили, поменяли дизайн комбинации приборов и внесли некоторые дополнительные изменения. Впрочем, на технической начинке автомобиля это особо не сказалось. Что касается выбора агрегатов, то если на европейский рынок эти машины могли поставляться в том числе и с дизельными моторами, то на рынок России эти автомобили шли с одним-единственным мотором 1,6 литра в мощности 107 или 112 лошадиных сил в зависимости от года выпуска автомобиля. Встречаются на вторичке и гости из Америки. На этих машинах под капотом располагался двухлитровый агрегат серии J. Такие моторы в зависимости от типа трансмиссии, с которой они агрегатировались, а это могла быть механика, вариатор, либо полноценный автомат, развивались 143, 148, либо 150 лошадиных сил. Что касается коробок передач на российских автомобилях, они шли либо на автомате, либо на механике. Механика была пятиступенчатая, коробка автомат на четыре передачи. Выбора типа привода не было только у покупателей седана. Если вы смотрели хэтчбэк, вы могли купить такую машину и с 4 ВД, и с приводом на переднюю ось. Все седаны только передний привод. Наш сегодняшний экземпляр 2010 года выпуска под капотом. 1,6 лошадиных сил, передний привод и коробка передач, пятиступенчатая механика. По традиции в начале обзора пару слов скажем про кузов автомобиля. Про то, насколько хорошо он покрашен, какая толщина окраса, и насколько хорошо или наоборот он способен противостоять нашим реалиям. Толщина окрасочного покрытия на большинстве Suzuki SX4 будет находиться в диапазоне от 90-100 до 140-150 микрон. То есть достаточно стандартные цифры для любого японского автомобиля. Качество окраса в принципе хорошее, нареканий немного. Сколы и царапки, как водится, бывают, как и с любым другим легковым автомобилем. Но вот цвести эти сколы не торопятся. И даже если вы не будете их своевременно подлечивать, ржавые жуки полезут в этих местах достаточно нескоро. С сопротивляемостью коррозии у SX4 все в порядке, во всяком случае в том, что касается внешних кузовных панелей. Однако это не значит, что подобный автомобиль можно покупать с закрытыми глазами и без осмотра на подъемнике. Поскольку основная коррозия, если она и развивается, поражает SX4 как раз таки по низу. На вторичном рынке попадаются нет-нет экземпляры, где коррозия на днище уже перешагнула порог так называемого поверхностного налета. И в скором времени способна перерасти в нечто более серьезное. Поэтому при осмотре на подъемнике внимательно проглядите пороги автомобиля, заднюю часть кузова за задним бампером в районе усилителя. А также обратите внимание на то, в каком состоянии находятся лонжероны и планка телевизора. В целом же, если вам повезло и вы нашли достойный экземпляр без следов коррозии, при условии минимальной дополнительной обработки этот автомобиль прослужит вам очень и очень долго. Без каких-либо проблем по части ржи. При осмотре поддержанного SX4 имейте в виду, что дублирующая табличка с Веномером на автомобилях сборки Японии и Венгрии располагается в разных местах. В нашем случае 2010 год венгерской сборки и дублирующий ВИН нанесен на приклепанной на правую среднюю стойку табличке. В случае, если бы автомобиль был собран в Японии, дублирующая табличка с Веномером располагалась бы на брызговике в подкапотном пространстве. Что касается основного ВИН-кода, то он нанесен на моторном щите. Увидеть его никаких проблем не составляет, он вполне себе в доступе и легко читается. То же самое касается и номера двигателя, который в данном случае расположен в эталонной доступности и прекрасно виден сверху. Площадка располагается на стыке ДВС и коробке передач. Ну а теперь поговорим про единственную доступную по официальным каналам силовую установку под капотом SX4. Это двигатель объемом 1,6 литра, который в разное время выдавал 107 либо 112 лошадиных сил. В нашем случае 112, так как автомобиль рестайлинговый. Индекс этого мотора М16А. Конфигурация его это 4 цилиндра в ряд, блок цилиндров естественно из алюминия, но с чугунными гильзами. Поэтому двигатель вполне ремонтопригоден. На него существуют ремонтные размеры и каких-либо проблем в восстановлении функциональности этого ДВС, как правило, не возникает. Забегая вперед, скажем, что ресурс данной силовой установки достаточно немаленький и в большинстве своем эти моторы доезжают до капремонта к пробегам ну никак не ранее, чем 300-350 тысяч километров. Конструкция этого силового агрегата предельно простая. В данном случае из элементов, усложняющих конструкцию дополнительно, можно отметить разве что фазовращатель на впускном валу, который, как правило, никаких проблем владельцам этих автомобилей не доставляет, причем на протяжении всего срока службы агрегата. Привод ГРМ в данном случае цепной, и большинство владельцев так или иначе сталкиваются с необходимостью менять цепь вследствие ее растяжения к пробегам плюс-минус около 250 тысяч километров. Вероятно, если бы инженеры Сузуки поставили бы в этот двигатель старинную роликовую цепь, ее не пришлось бы менять вообще никогда. Но в данном случае используется пластинчатая цепь Морзе, и к подобным большим пробегам она уже действительно может слегка подвытянуться. В особо запущенных случаях у вас сдвинутся фаза газораспределения, пропадет тяга, и машинка начнет тупить. Может даже загораться чек-энжин по ошибке рассогласования распредвалов. В этом случае цепочку придется заменить. Так что если вы смотрите Сузуки СХ4, чей пробег перевалил за 200, и при запуске, либо при работе вы слышите посторонний шум со стороны ГРМ, ну, скорее всего, один из вариантов – это будущая предстоящая замена цепи. Вторым источником повышенного шума при работе могут быть клапана. Гидрокомпенсаторов, зазоров, клапанов здесь нет. Зазоры регулируются вручную подбором специальных шайб. И процедура эта, как правило, на практике выполняется после 100-120 тысяч километров пробега. То есть зазоры держатся достаточно долго. Если этой процедурой не пренебрегать и при этом не затягивать с заменами масла, то данный двигатель отработает те самые 300-350 легко. Также на автомобилях на рестайлинговых после 2009 года компания Сузуки добавила в этот двигатель впускной коллектор с изменяемой геометрией. Но каких-либо дополнительных проблем владельцам этот коллектор, в отличие, например, от автомобилей Мазда, не подкидывает. Что касается расхода масла на угар. Исправный двигатель масло в данном случае потреблять не должен. Но после 150-200 тысяч пробегов вероятность того, что в данном двигателе начнут быть уже закоксовываться колечки, подсохнут маслосъемные колпачки и двигатель в целом начнет масло подъедать, достаточно немаленькая. Поэтому, если вы смотрите поддержанный СХ-4, надымность, силовую установку проверять стоит обязательно. Также имеет смысл открутить заливную горловину и посмотреть, как вообще в целом обстоят дела с чистотой силовой установки. Много там нагара или нет? Если говорить про недостатки самой силовой установки, какие-то врожденные, то их, пожалуй, здесь и нет. Мотор действительно простой, удачный, хотя и достаточно скромный по части отдачи в лошадиных силах. Основные проблемы, с которыми сталкиваются при эксплуатации владельцев СХ-4, в основном исходят со стороны навесного оборудования. Шум приводных ремней, либо шум генератора, который, кстати, не отличается здесь особо большим ресурсом, зато отличается ремонтопригодностью. Так что при осмотре на навесное оборудование и ремешки обратите внимание. Также имейте в виду, что на пробегах около 100 тысяч километров по регламенту на этих машинах меняется топливный фильтр. А он здесь выполнен в сборе с насосом. Не сказать, что эта сборка стоит очень больших денег, но это и не столь дешево, как поменять отдельно фильтр на каком-нибудь другом автомобиле. Тем более, что выполнять эту процедуру придется с демонтажом топливного бака. Если, конечно, предыдущий владелец автомобиля уже не прошел через это и не внес некоторые усовершенствования в конструкцию. Поэтому, если на тест-драйве вы видите, что автомобиль отчетливо подтупливает, ему не хватает топлива, либо на сканере присутствуют ошибки по обедненной смеси, на всякий пожарный имейте в виду, что вероятность поменять топливный фильтр в сборе с насосом у вас есть. Это не повод отказаться от покупки, но, возможно, будет поводом поторговаться с продавцом. Говоря о подкапотном пространстве, с X4 также стоит отметить и одну болячку, связанную с протечками жидкости омывателя. Все дело в том, что на этих машинах нередко попадается дефект трубки, связанный либо с обрывом, либо с ее перетиранием, ввиду того, что не совсем удачно здесь она проложена. Соответственно, если вы покупаете хэтчбэк, особенно это касается машин с омывателем заднего стекла, проверьте его работоспособность. Если вы брызгаете воду на заднее стекло, а у вас только увеличивается лужа под правым передним колесом, то в ближайшее время вам придется заниматься ремонтом либо тройников соединительных системы омывателя, либо заменой или ремонтом самих трубок. Итак, один-единнадцатый мотор под капотом SX4 каких-либо проблем особо не создает. Что касается расхода топлива на автоматической коробке передач, этот автомобиль в городе будет расходовать где-то 11, 10, 12 литров на 100 км пути, в зависимости от сезона, режима езды и климата. Ну, то есть наличие и отсутствие прогревов. Что касается автомобиля на механике, то здесь расход будет поменьше. Что-то в районе 8-8,5 литров на сотку. Кто-то даже укладывался в 7,5. А вот что касается ресурса механических и автоматических трансмиссий, то здесь картина следующая. Пятиступенчатая механика на передних и полноприводных автомобилях каких-либо проблем своим владельцам особо не подкидывает. Кроме, пожалуй, разве что возможности потенциальной закисания открытой части механизма выбора передач, в подкапотном пространстве, до разболтанной кулисы. Но, как правило, это все происходит на пробегах далеко за 150-200 тысяч километров. На этом автомобиле пробег у нас что-то около 80 тысяч, и коробка передач включается с эталонной четкостью. Перепутать или ошибиться при включении передачи здесь при всем желании не получится. Коробка действительно очень приятная. Ну, а угробить механику на SX4 можно, разве что целенаправленно. Убить синхронизаторы, переключаясь без сцепления, либо покататься без масла. В этом случае, конечно, КПП придет в негодность. Но если соблюдать минимальные правила приличия и менять масло в механической коробке хотя бы раз в 45-50 тысяч пробега, то данный агрегат прослужит вам, ну, никак не меньше, чем двигатель. А то и переживет силовую установку. Единственный момент – сцепление. Корзина и диск сцепления на SX4 не отличаются каким-то повышенным ресурсом. 150-200 тысяч километров вы на одном комплекте здесь вряд ли проедете. Особенно, если речь идет про полноприводный вариант, на котором вы периодически выезжаете за город и хорошенько буксуете. В среднем сцепление приходится менять где-то раз в 70-90 тысяч пробега. Но если вы используете автомобиль на бездорожье, в соответствующем режиме движения, то вполне возможно сцепление вы поменяете раньше. Что касается четырехступенчатой автоматической трансмиссии фирмы Aisin, то здесь тоже никаких сюрпризов нет. Коробка эта простая, да, не особо скорострельная, не особо-то экономична машина получилась с ней, но ресурс этой трансмиссии под стать ресурсу двигателя – около 300 тысяч километров пробега. Регламент замены масла в автомате в данном случае – самый обычный – 60 тысяч. Стоит отметить, что, как и большинство автоматов, данная коробка не слишком-то любит наличие продуктов износа. Так что с заменой масла лучше сильно не тянуть. Что касается каких-либо проблем с данной трансмиссией, то на нашей памяти можно вспомнить один-единственный случай отказа блокировки гидротрансформатора, что проявилось в виде характерной ошибки по конкретному соленоиду и решилось в итоге переборкой гидроблока с заменой соответствующего клапана. Но на тест-драйве на всякий случай убедитесь, что автомат работает корректно, без дерганий, ударов и пинков. Что касается подвески Suzuki SX4, то она получилась в принципе-то достаточно выносливой. На себя также обращает внимание и немаленький клиренс этих автомобилей. В зависимости от рынка сбыта и передней либо полноприводности, он может слегка варьироваться. Но в нашем случае это полноприводная машина венгерской сборки и клиренс тут 190 мм. А это весьма немало. Это практически уровень современного кроссовера. Рулевая рейка – самый дорогой компонент любой ходовки. На SX4 электрическая. Здесь стоит электроусилитель, и какими-либо пакостями он особо-то и не отличается. Все работает, работает долго и исправно. Рейка может начать постукивать, но в этом случае, как правило, повинна втулка. И недорогой ремонт ситуацию способен поправить. Причем зачастую дубликатная установленная ремонтная втулка способна отработать больше, чем у вас отъездил оригинал. Компонентам рулевого управления здесь тоже никаких вопросов нет. Рулевые тяги, наконечники, все это имеет весьма приличный ресурс. Как правило, если говорить про переднюю подвеску, то особой головной болью для владельца здесь являются даже не втулки и стойки стабилизатора, которые в среднем работают 40 плюс-минус тысяч километров пробега и не являются особо хлипкими, если разобраться, а то, что связано с заменой и ремонтом передних рычагов. Дело в том, что по передней подвеске этого автомобиля чаще прочего владельцы сталкиваются либо с необходимостью менять сайлентблоки на рычаге, это, как правило, задние сайлентблоки, либо устанавливать другие шаровые опоры, что в родные рычаги сделать затруднительно. Дело в том, что несмотря на большой ресурс оригинальных шаровых, порядка 150-ти около того тысяч километров пробега, отдельно от рычага эти шаровые в оригинале не купить и поменять их также не столь просто. Некоторые владельцы выходят из положения, заменяя рычаги оригинальные на SX4 на рычаг, например, от Suzuki Swift, где шаровая изначально конструктивно выполнена отдельной от рычага, либо вынуждены дорабатывать рычаг, удаляя отсюда штатную шаровую и подбирая шаровые опоры похожих типоразмеров. В любом случае имейте в виду, что оригинальные рычаги на SX4 удовольствие небюджетное. Что касается, например, ступичных подшипников, их ресурс, в принципе, достаточно приличный, все зависит, опять же, от режима эксплуатации, но ранее, чем на 60-80 тысяч километров пробега, они вас вряд ли побеспокоят и вряд ли все сразу. Если что, передние ступичные подшипники можно поменять отдельно, а вот задние только в сборе со ступицей. И если задний ступичный у вас гудит, то это повод поторговаться с продавцом, поскольку сама ступица на SX4 стоит не таких уж маленьких денег. Также, если на тест-драйве вы слышите стук с передней части автомобиля, и при этом снизу все вроде бы исправно, сайленд-блоки целые, амортизаторы тоже, обратите внимание на опоры стоек. Виноваты в этом могут быть и они тоже. Что касается задней подвески Suzuki SX4, то она достаточно примитивная. Здесь у нас балка, соответственно, есть два сайленд-блока балки и сайленд-блоки втулочки в амортизаторах. Больше здесь выходить из строя особо нечему. Поэтому при покупке, при осмотре задней подвески, по сути, остается только обратить внимание на то, чтобы не текли амортизаторы. Кстати, на этом автомобиле с пробегом что-то около 80 все еще установлены оригинальные конвейерные амортизаторы Monro, которые были положены всем автомобилям с венгерской сборки. Стойки полностью сухие, исправные и работают без посторонних звуков. Итак, какие выводы можно сделать под всем вышесказанным про Suzuki SX4? Если вам действительно нужен компактный городской практически кроссовер с высоким клиренсом, то на эту модель стоит обратить самое пристальное внимание. В активе у этого автомобиля хороший, крепкий, устойчивый к ржавчине кузов, проверенный временем надежный и простой двигатель, практически безотказные коробки передач и опциональный полный привод, который напрочь уберет все проблемы с парковкой в заснеженных дворах. По сути дела, серьезных недостатков у этой модели нет. Либо они решаемы. Так, например, высокая стоимость оригинальных запасных частей, тех же самых передних рычагов, решается заменой их на аналог, либо доработкой по месту. Что же касается, например, практически отсутствующей изначально шумоизоляции, то это также решается дополнительной проклейкой. Да и сам класс автомобиля не предполагает полный акустический комфорт. Если разобраться, плюсов у этой машины гораздо больше, чем минусов. Ну а если вы хотите, чтобы ваш SX-4 был еще и шустрым на ходу, выбирайте вариант 4WD на механической коробке передач. И не стесняйтесь крутить двигатель. На сегодня это все. Если наш сегодняшний обзор был вам полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в будущем. Кроме того, если у вас есть или был SX-4, вы проехали на нем не одну сотню тысяч километров, и вам есть чем нас дополнить или в чем нас поправить, указывайте в комментариях. Людям, которые выбирают себе подобную машину, именно ваш комментарий может оказаться полезным. Спасибо за просмотр. Хорошего дня. Пока. Пока.